Всем привет, это FreeStudio21.com Разбираем текст на 26 странице в Unity 3 All in a day's work Итак Итак Если вы зайдете на фабрику или на склад Где-нибудь в Британии И послушаете разговоры среди рабочих Вы, скорее всего, услышите не только английский Но также чешский, венгерский, польский И множество других европейских языков С того времени, как в Европейский Союз Вошли 10 новых государств-членов в 2004 году И еще 2 государства-членов в 2007 Тысячи людей из этих стран Решили приехать в Соединенное Королевство В поисках лучшего трудоустройства Итак, что у нас здесь интересного? Warehouse Warehouse Склад Warehouse Склад Далее Conversation Если кто-то не знает, что такое conversation, это разговор Разговор Employees Employees Интересное слово Employees Это рабочие Или служащие В основном это наемные работники Вот так вот скажем То есть это могут быть и служащие Это могут быть там и не знаю кто Это наемные работники Это могут быть и офисные работники И неофисные, неважно Люди, работающие там где-то По найму За зарплату You are likely to hear Вот это likely Особенно likely Возможно Возможно Его можно заменить словом can И можно заменить словом may иногда Но в основном это словом can Далее Ничего интересного Variety of other European languages Если дословно Европейские языки Во всем их разнообразии То есть Разные европейские языки EU Если кто не знает что такое EU Это European European Union Уния европейская Или Евросоюз А также Member States Государство Члены Этого союза Further Еще два Further Это от слова far Кстати происходит Further Еще В данном случае В данном случае Только так оно переводится In search of В поисках В поисках И job opportunities Лучшее Трудоустройство Если дословно Возможности для работы Трудоустройство Ну Слово лучшее Можно взять в скобки Лучшее Не лучшее Но как бы это ни было Трудоустройство Это точно Едем дальше Следующий абзац Британа 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 Одна Три В hardest Украин brings Уги Вاضх Совет Рoo Трем Вר Ветх cable Antes Иuded И 2004 В 150 Ури wielu Компаней arm 是 12% Нимали Из jail arb Из Это 政府 Many are highly scaled. The stereotypical image of unscaled workers from New Europe is not accurate. A third have taken jobs as administrators and supervisors. Only 4% work in construction. Итак, что мы здесь имеем? Британия одна из лишь трех европейских стран, которые дают полные права для работы иммигрантам из 10 стран, которые недавно присоединились к Евросоюзу в 2004 году. Независимое исследование или независимый опрос, скажем так, независимый опрос около 2200 британских компаний показывает, что 12% работодателей нанимают рабочих из стран Новой Европы. Многие имеют высокую квалификацию и стереотипный образ неквалифицированных рабочих из Новой Европы не точен или неправилен. Треть из них получают работу администраторов или бригадиров. И только 4% работают на строительстве. Итак, что мы здесь имеем? Immigrants я писать не буду, я думаю, и так все понятно. Full rights – полные права. Полный объем прав. Полный объем прав. Или права в полном объеме, как хотите, говорите. Далее. Далее. Independent survey. Survey – это опрос. Соцопрос имеется в виду. Далее. Тут ничего интересного. Теперь обратите внимание на слово employers. У нас было employees. А теперь у нас employers. Не путайте эти два слова. Они означают диаметрально противоположные вещи. Employers – это работодатели. Работодатели. Предприниматели. Хозяева предприятий. Работодатели. А employees – это наемные работники. Всего-навсего одна-две буквы, а какая большая разница. Едем дальше. Employ – нанимать. Employ – нанимать рабочих. Нанимать. Далее. New EU states. Вот это выражение означает «страны новой Европы». То есть те, что присоединились к Евросоюзу в начале 2000-х годов, страны, их так и называют «страны новой Европы». В кавычках. «Новой Европы». Это нормально. Это не обидно. Так принято. Highly skilled. Высококвалифицированный. Высококвалифицированный. То есть имеющий хорошую квалификацию. Квалифицированный. Далее. Stereotypical image. Так, это все ясно. Accurate. Слово accurate означает «точный». Здесь можно сказать еще было объективный. То есть не объективен этот образ. Далее. Take jobs. Получать работу. Take jobs. Job. Устраиваться. Take jobs as. Вот так будет правильнее. Устраиваться кем-то. Устраиваться на работу кем-то. На работу. На работу кем-то. То есть в роли там кого-то или на какую-то профессию. Administrators без комментариев. Supervisors. У нас иногда, вы, наверное, все слышали слово супервизор. У нас иногда так и говорят. Что это такое? Supervisor. Это может быть и бригадир, и администратор. Я напишу бригадир. Младший руководитель. Или младший руководитель. Вот так вот скажем. То есть руководитель младшего ранга, младшего звена. Младший руководитель. Руководитель. Ибо это может быть все, что угодно. Все зависит от того, где этот человек работает. Это может быть и бригадир. Это может быть начальник смены. Это может быть начальник отдела. в принципе, кто угодно. Далее едем. Далее последний абзац. Сейчас я подвинусь. Большинство работников-иммигрантов в Британии молоды. 82% – это возраст от 18 до 34 лет. Опрос подтверждает, что большинство счастливы своей новой жизнью, но также планируют вернуться в родную страну в какой-то момент в будущем. Итак, Native Country – родная страна. Родина, короче говоря, родина. Далее. Ну, тут ничего особо такого интересного. Majority – большинство, если кто не знает. Большинство. Return – возвращаться. Я писать не буду, я думаю, это понятно. Теперь посмотрим, что здесь за диаграмма. И здесь профессии, которые желательно знать. Итак, сейчас я буду присматриваться, что здесь написано, ибо здесь очень мелко. Итак, что увижу, то напишу. Итак, начнем снизу. Not stated – неопределено. Не определен. Не определен. Далее. Factory worker – рабочий на фабрике. Я писать не буду, я думаю, и так понятно. Warehouse – на складе. Packer – упаковщик. Упаковщик. Packer. Catering – официант. Значит, я выпишу здесь. Catering – это официант. Работник общепита, скажем так. Работник ресторанов, баров там и все такое. Это не обязательно официант, это может быть работник ресторанного бизнеса, скажем так, в ресторане. То есть это может быть и доставка на дом там где-то какой-то еды. Короче говоря, это работник общепита. Cleaner – уборщик. Уборщик. Farmworker. Я не буду писать, я думаю, понятно, что человек, работающий на ферме. Wader – waitress. Вот это опять официант. Вот это уже четко только официант. Если здесь может быть доставка какая-нибудь, то здесь у нас точно waiter – waitress – официант. Waitress – я не вижу, что я пишу. Официант. Я не буду писать официант. Официантка. Ну, официантка женского рода я не уточняю уже. Далее. Hotel maid – это горничная. Hotel maid – горничная. В гостинице. Горничная. Room attendant – портье. Так, это можно перевести. В гости – портье. Room attendant – портье. То есть, это та же самая горничная, только мужского рода. Ну, не совсем, конечно, я немножко шучу, но тем не менее. Далее. Carer. Carer – это человек-сиделка. Сиделка за больными, как правило, за детьми, за инвалидами и так далее. Labor building. Labor – это рабочие настройки, тяжелые работы, связанные со строительством. И, кстати, я не записала слово construction – это строительство. Строительство. Вот, это все слова. Больше тут ничего интересного нет. Смотрите дальше. В следующем ролике я буду разбирать огромный текст. Job for men, job for women. Смотрите дальше. Учите слова. Мой вам совет, потому что, сами видите, слов очень-очень много. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал. Но отточка устраCON, посестьюль 2024. pueda попасть туда. Дляllie partnership.